Сегодня мы рассматриваем вторую главу книжки Мэдди «Натурализм в математике». Вторая глава называется «Теория множеств как основание». Мэдди начинает с того, что говорит, что теория множеств изначально рассматривалась ее создателями как основание математики. И на сегодняшний момент такой подход к рассмотрению теории множеств стал ортодоксальным. Именно так теория множеств как основание математики преподносится в большинстве учебников. Мэдди приводит соответствующие цитаты из работ Азриэля Леви, из работ Азриэля Леви, Кената Куннена и Герберта Эндертона. Далее в тексте демонстрируется, как именно теория множеств работает в качестве основания математики. На примере некоторых базовых элементарных арифметических операций. Значит, все начинается с теоретика множественного представления натуральных чисел. То есть представление натуральных чисел с помощью ординала. Мы все знаем, как это делается, но повторю. Значит, конечные ординалы начинаются с пустого множества. Каждый последующий ординал строится так, что представляет собой множество, состоящее из всех предыдущих или меньших ординалов. Так за пустым множеством следует синглитон из пустого множества. Затем идет множество, состоящее из пустого множества и синглитона из пустого множества. Затем следует множество, состоящее из пустого множества, синглитона пустого множества и множество, состоящее из пустого множества и синглитона пустого множества и так далее. Первый бесконечный ординал омега также является множеством всех меньших ординалов. И на конечных ординалах можно определить функцию следования s для определения следующего числа. Ну и там эта формула представлена, значит, s для n равно объединение n и синглитона для n. Также можно определить бинарное отношение быть меньше. n меньше m тогда и только тогда, когда n принадлежит m. И, соответственно, все обычные факты о натуральных числах, о функции исследования, а также об отношении быть меньше будут доказуемы. То есть будут теоремами теорий множеств. Можно сопоставить конечные ординалы с натуральными числами. Так, пустое множество можно сопоставить с нулем, синглитон пустого множества с единицей, множество, состоящее из пустого множества и синглитона пустого множества с двойкой и так далее. И также можно рекурсивно или индуктивно определить бинарные операции сложения и умножения. Для сложения n плюс 0 равно n и n плюс следующее за m равно следующее за n плюс m. Для умножения n умножить на 0 равно 0 и n умножить на следующее за m равно n умножить на m плюс n. И снова, все обычные факты об этих числах, об этих арифметических операциях, ну, о сложении, об умножении, будут доказуемыми, то есть будут теоремами теории множества. И даже математическая индукция, пишет Медзи, становится теоремой теории множества. Далее, на основе теоретика множественного представления натуральных чисел можно определить целые числа. Целые числа определяются или представляются как упорядоченные пары натуральных чисел, разность которых дает целое отрицательное число. Ну, или отрицательное, или положительное, но там имеется в виду конкретно отрицательное. Операции и отношения для целых чисел можно определять в терминах, описанных выше операции и отношений для натуральных чисел. И снова. Таким образом, все соответствующие теоремы станут теоремами теории множеств. Рациональные числа или дроби можно определить как упорядоченные пары целых чисел, где первое число будет представлять числитель, второе – знаменатель. Сложнее немножко дело обстоит с действительными числами, а для представления действительных чисел используется дедекиндовое сечение. Дедекиндовое сечение – это способ построения вещественных чисел из рациональных. Дедекиндовое сечение представляет с собой пару множеств рациональных чисел, множество А и множество Б, таких, что А и Б являются, во-первых, не пустыми, во-вторых, не содержат общих членов, то есть являются непересекающимися. Причем каждый элемент множества А меньше любого из элементов множества Б. Также, соответственно, любое рациональное число содержится либо в множестве А, либо в множестве Б. Ну, например, действительному числу корень из двух соответствует дедекиндовое сечение, для которого множество А содержит в себе все рациональные числа, квадрат которых меньше двух, а множество Б содержит в себе все остальные рациональные числа, то есть такие числа, квадрат которых больше двух. И отсюда, после того, как мы смогли получить представление действительных чисел, теоретико-множественное представление могут получить и многие другие математические объекты, такие как кривые, комплексные числа, алгебрические структуры, геометрические и топологические пространства, функции, функционалы, функторы и так далее. Также, кроме того, все соответствующие этим математическим объектом теоремы, можно представить как теоремы теории множеств, доказуемые в системе ZFC. И, как отмечает Мэдди, это поистине замечательный факт. Однако математики и философы до сих пор спорят, что именно этот факт демонстрирует и как этот факт можно интерпретировать. Соответственно, существует несколько вариантов интерпретации роли или задачи теоретико-множественных оснований. Значит, вот первая такая интерпретация. Теоретико-множественные версии математических объектов, то есть чисел, функции, пространства и прочих, показывают, чем эти математические объекты, числа, функции, пространства и прочие, являются на самом деле. То есть показывают их истинную сущность. Этот вариант, как отмечает Мэдди, восходит к радикальной интерпретации логицистского проекта Фреге, о котором Илья рассказывал в прошлый раз. Но у такой интерпретации есть свои критики. Против такой интерпретации выступают, в частности, Бенацираф. Бенацираф указывает на то, что существует несколько различных способов. Теоретико-множественное представление натуральных чисел. И что не существует критерия, который позволил бы определить, какой из этих способов является правильным. В качестве примера Бенацирафом приводятся два подхода к представлению натуральных чисел. Это подход Цермела и подход Фон Неймана. Подход Фон Неймана был описан выше. В рамках этого подхода нулю сопоставляется пустое множество. Единицы – синглитон пустое множество, двойки – множество, состоящее из пустое множество, и синглитона пустое множество и так далее. В рамках подхода Цермела нулю также сопоставляется… Ну, нулю и единицы сопоставляются те же самые множества, а вот двойки сопоставляются синглитон, состоящий из синглитона пустое множество и так далее. Можно найти какие-то, как пишет Мэдди, сугубо технические причины, чтобы предпочесть один способ представления натуральных чисел другому. Однако глубинных метафизических причин считать, что только один из возможных способов представления натуральных чисел раскрывает истинную природу или сущность натуральных чисел у нас нет. Ну и, соответственно, данное возражение можно распространить и на целые числа, и на рациональные, и на вещественные, и вообще, видимо, судя по всему, на любые математические объекты. Ну и также отмечается, что согласно некоторым интерпретациям Фреги, и даются ссылки на того же Бен Церафа и еще на Марка Уилсона, Фреги хоть и пытался свести натуральные числа к логическим сущностям, но в его задачу не входил поиск уникальных логических суррогатов для натуральных чисел. То есть Фреги не пытался определить, какими именно логическими объектами являются числа. Вот. Итак, с этой точки зрения задача теории множеств в качестве основания математики, то есть с точки зрения критиков, и с точки зрения самой Мэдди, эта задача не заключается в том, чтобы раскрыть истинную сущность различных математических объектов. Следующий вариант интерпретации задачи теоретика множественных оснований предлагает Куайн. Куайн полагает, что наличие теоретика множественных версий математических объектов нужно интерпретировать как возможность осуществления онтологической редукции. То есть, согласно Куайну, мы можем вполне обоснованно отказаться от картины мира, в которой кроме множеств содержатся также натуральные, целые, рациональные, действительные числа, другие математические объекты, в пользу более простой картины мира, в которой содержится только множество. Такая редукция может рассматриваться как желательная по двум причинам. Во-первых, в естественных науках в принципе принято избавляться от лишних сущностей. И, во-вторых, считается, что абстрактные сущности порождают много философских проблем. Например, проблему тождества и еще разные эпистемологические проблемы. Поэтому научно-мыслящий философ естественным образом будет склонен предпочесть более скупую и простую онтологию. А теоретика множественная редукция математики – это как раз один из способов добиться этого. Однако, согласно Мэдди, онтологическая редукция самими математиками не рассматривается в качестве основного следствия использования теоретика множественных оснований. Ну и понятно, они же математики. Значит, здесь Мэдди ссылается на Яниса Мощавакиса. Значит, Мощавакис рассматривает отношения между геометрическими объектами и их числовыми двойниками или коррелятами. В аналитической геометрии, то есть между точками прямой и действительными числами. С его точки зрения, когда речь идет о тождестве между прямой и множеством действительных чисел, имеется в виду не то, что точки прямой являются действительными числами, а то, что прямая имеет точное представление над множеством действительных чисел, что позволяет дать арифметические определения всем важным геометрическим понятиям, а также изучать математические свойства прямой, как если бы точки прямой были действительными числами. Аналогичная ситуация возникает в отношении теоретика множественных оснований. То есть во Вселенной множеств можно найти точные представления всех нужных нам математических объектов, и, соответственно, мы можем изучать теорию множеств, как если бы все математические объекты были множественными. Таким образом, задача теоретика множественных оснований заключается в том, чтобы вычленить математически значимые свойства математических объектов, а затем найти теоретико-множественные суррогаты этих математических объектов, которые обладают теми же свойствами. И это, соответственно, третья интерпретация роли теоретика множественных оснований математики. Легко увидеть, что данная интерпретация исключает обе предыдущие интерпретации, описанные выше. Действительно, в рамках данной интерпретации отождествить натуральные числа, например, с конечными ординалами фон Неймана, значит не раскрыть истинную природу натуральных чисел, а просто найти для них подходящие теоретико-множественные суррогаты. И таким образом, в рамках данной интерпретации, существование нескольких подходящих теоретико-множественных суррогатов не является проблемой. Точно так же отождествление в рамках данной интерпретации не подразумевает антологической редукции. Вот таким образом, в рамках данной интерпретации, апелляция к теоретико-множественным основаниям не является ни фундаментом для математических выводов о сущности математических объектов, ни средством достижения антологической экономии. Но какая тогда польза теоретикам множественных оснований? Согласно Мэдди, для сторонника данной интерпретации более важным оказывается не философский, а собственно математический смысл теоретика множественных оснований. И прежде всего их сила, сила теоретикам множественных оснований заключается в том, что они позволяют перенести посредством теоретикам множественных суррогатов все математические объекты и структуры в одну область, именно в область множеств. Это позволяет в свою очередь ясно представить все отношения между математическими объектами, что значительно облегчает или должно облегчить процесс их исследования. Кроме того, разрабатываемые в процессе теоретикам множественные аксиомы являются очень широкими и фундаментальными, и поэтому они вообще позволяют сделать намного больше, чем просто воспроизвести существующую математику. Они имеют собственные сильные следствия для разных существующих областей математики. Но кроме этого, на них строится сама теория множеств, такая математическая теория, которая сама по себе является весьма продуктивной. И, наконец, существование единого поля для всех областей математики позволяет эффективно решать вопросы существования и доказательства. Так, чтобы ответить на вопрос, существует ли математический объект заданного типа, достаточно ответить на вопрос, существует ли теоретикам множественный суррогат такого типа. А чтобы ответить на вопрос, доказуемо или нет некоторое утверждение, достаточно определить, выводится ли оно из аксиом теории множеств. Первым и весьма ярким примером, доказывающим мощь теоретикам множественных оснований, является пример Мащевакиса про отождествление точек прямой с действительными числами. Именно в рамках теории множеств получилось впервые представить ясную и последовательную характеристику континуальных структур. Видимо, речь идет здесь об аксиоме Кантера Дадекинда, которые утверждают, что существует однооднозначное соответствие между действительными числами и точками прямой, которые описываются как множество, в которых нет ни скачков, ни пробелов. Таким образом, теория множеств позволяет найти ясные и убедительные суррогаты для традиционно проблемных математических сущностей. И таким образом, теоретикам множественные основания позволяют положить конец многовековому беспорядку в математике. Еще одним примером того, как теоретика множественная точка зрения позволяет ставить и решать вопросы существования является история введения понятия меры Лебега. Мера Лебега, не знаю, правильно ли я ставлю ударение, является обобщением понятия длины отрезка. Лебег исследовал идею длины точечных множеств, иными словами, решал задачу определения длины множества. И именно в контексте ZFC стало возможно впервые корректно сформулировать вопрос, существует ли такое точечное множество, длину которого невозможно определить, а также дать на этот вопрос обоснованный, кстати, утвердительный ответ. И аналогичные примеры можно найти в самых разных областях математики, включая алгебру, топологию и анализ. Некоторые математические проблемы оказались за пределами охвата существующих теоретико-множественных аксиом, и о таких проблемах Мэдди обещает подробнее поговорить в четвертом параграфе. Для этих случаев переход на теоретико-множественную точку зрения позволил положить конец бесплотным попыткам найти доказательства. Более того, вопросы существования имеют большое значение для решения вопроса о принятии или непринятии дополнительных новых аксиом теории множеств, поскольку позволяет определить продуктивность этих новых аксиом в смысле их способности решать, иначе нерешаемые математические проблемы. Итак, предполагаемый подход, третий, к пониманию роли теоретико-множественных оснований представляется оправданным. И вот его основные плюсы. Во-первых, достигается высокая степень единства в математике. Во-вторых, выявляются взаимосвязи между отдельными областями математики. В-третьих, все классические теоремы приводятся к единому источнику или набору аксиом. В-четвертых, эффективные методы могут быть перенесены из одной области в другую. В-пятых, базовые теоретико-множественные принципы позволяют решать до сих пор считавшиеся нерешаемыми проблемы. В-шестых, новые предположения могут быть оценены на предмет осуществимости доказательства для них. В-седьмых, более сильные аксиоматические системы позволяют обнаруживать более продуктивные с математической точки зрения следствия. Далее Мэдди рассматривает некоторые эпистемологические проблемы, связанные с рассмотрением теории множеств в качестве оснований математики. Значит, и вот первая такая проблема. Поскольку Цермела представил свою аксиоматическую теорию множеств, среди прочего и для того, чтобы избежать возникновения всяких нехороших парадоксов, часто полагают, что теоретико-множественные основания призваны избавить математику от противоречий. Сам Цермела, предваряя изложение своих аксиом, отмечал, что у него нет строгого доказательства непротиворечивости его аксиоматической системы. Но, тем не менее, ранее известные и ранее открытые парадоксы в ней исключены. Пуанкаре сформулировал ту же мысль следующим образом. Мы возвели ограду вокруг стада, чтобы защитить его от волков, но нам неизвестно, нет ли волков внутри ограды. Проблема, как оказалось, заключается не в том, что Цермела и компания не смогли представить доказательства непротиворечивости, а в том, что такое доказательство, в принципе, невозможно. Как показал Гёдель, всякая достаточно сильная теория, в которой может быть выражена арифметика, именно такая, как ZFC, теория не может доказать свою собственную непротиворечивость, то есть в рамках такой теории невыводима формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой теории. Таким образом, если классическая математика отождествляется с теорией множеств, что подразумевается теоретикой множественными основаниями, то непротиворечивость теории множеств не может быть доказана средствами классической математики. Так что построение математики на основании теории множеств отнюдь не защищает математику от возможных противоречий. И опять, какова тогда ценность оснований, если они не могут дать гарантию непротиворечивости? Мэдди утверждает, что математическая ценность теоретика множественных оснований не зависит от возможности или невозможности доказать непротиворечивость теории множества. Да, говорит Мэдди, мы можем признать, что свобода от противоречий является важным требованием, предъявляемым ко всем математическим теориям, в особенности к тем теориям, которые претендуют на такую важную роль, на которую претендует теория множеств. Мы также можем признать, что новые аксиомы, кандидаты в аксиомы теории множеств, должны оцениваться с точки зрения их способности или неспособности порождать противоречия. Но при всем при этом мы также вполне можем утверждать, что высокая степень единства в математике, которая достигается благодаря теоретикам множественным основаниям, обладает математической ценностью и без наличия доказательства непротиворечивости теории множеств. Представим, говорит Мэдди, что мы принимаем такую версию теоретика множественных оснований, которая не претендует на то, чтобы освободить математику от противоречий. В этом случае мы все равно можем пытаться определить относительную достоверность теории множеств и представленных с ее помощью математических теорий. И вообще, сама идея о том, что обосновать теорию, значит, положить в ее основу нечто более достоверное, подвергалась сомнению, в частности, Расселом. Рассел полагал, что попытки представить логическое доказательство с использованием средств символической логики для таких элементарных математических тезисов, как, например, 2 плюс 2 равно 4, всегда выглядят абсурдными, поскольку следствие в таком доказательстве всегда выглядит более достоверным, чем посылки. Так что доказательство в таких случаях кажется бесполезным. Но это абсурдность или бесполезность только кажущаяся. Рассел различает два типа предпосылок. Во-первых, эмпирические предпосылки, то есть такие пропозиции, на основании которых мы принимаем доказываемую пропозицию или верим в ее истинность. И, во-вторых, логические предпосылки, то есть набор логически более простых пропозиций, из которых посредством правильных дедуктивных умозаключений выводится доказываемая пропозиция. Например, мы можем верить, что 2 плюс 2 равно 4 на основании многочисленных наблюдений за предметами, за камнями, за овцами, то есть на основании наблюдений, которые обосновывают пропозицию индуктивно. И это будут как раз эмпирические предпосылки. С другой стороны, мы можем вывести, что 2 плюс 2 равно 4, из одних только аксиом логики, логических аксиом. Такие аксиомы являются более простыми с логической точки зрения пропозициями, чем доказываемая пропозиция, поскольку в них используется меньшее количество понятий. Вот это и будут логические предпосылки. Ошибка, которую часто совершают философы, согласно расу, заключаются в принятии допущения, что шкала логической простоты совпадает со шкалой очевидности или достоверности. А на деле часто бывает совсем наоборот. Так, в рассматриваемом примере, логические предпосылки являются логически более простыми, но совсем не очевидными. И наоборот. Следствие из них, математический тезис, что 2 плюс 2 равно 4 является более очевидным, чем сами предпосылки. За счет этого мы скорее склонны верить в истинность предпосылок на основании очевидности, истинности следствия, а не наоборот, как должно было бы быть по идее. Иными словами, здесь более достоверное выводится из менее достоверного, подкрепляя наше доверие к последнему. Такой же подход к аксиоматике наблюдается в работах Цирмела, Гёделя, а также многих их последователей. Однако есть и критики такого подхода. Например, Мэри Тайлз полагает, что некорректно оправдывает аксиомы в терминах достоверности и их следствий. Тайлз настаивает на необходимости независимого и самостоятельного обоснования достоверности теоретика множественных аксиом. В противном случае мы столкнёмся с вариантом порочного круга, когда основание обосновывается через обосновываемое. Но такого рода возражения, как опять пишет Мэнди, действенны только в случае интерпретации оснований в эпистемическом смысле. То есть только в том случае, когда основания призваны обеспечить надёжность фундамента математики. А как мы видели выше, теоретикам множественные основания совсем не обязательно рассматривать в этом смысле. Именно в этом ключе рассуждает Рассел. Рассел явным образом отвергает эпистемическую цель оснований математики. То есть цель построить математику на фундаменте, достоверность которого будет выше, чем достоверность стандартных утверждений математики. С точки зрения Рассела, не менее важными, чем эпистемическая цель, являются следующие цели. А именно выявление противоречий, систематизация знания, движение к более мощным, сильным и продуктивным теориям. Точка. Следующая эпистемологическая проблема или возражение, связанное с рассмотрением теории множеств в качестве оснований математики, возникает в рамках дискуссии между Саундерсом Маклейном и Эдрианом Маттьесом. Коротко эту проблему или это возражение можно сформулировать так. Теоретика множественной стилей, способ мышления или теоретика множественной методологии являются слишком репрессивными, в отличие от традиционных для математики способов мышления, которые в этом смысле являются более предпочтительными. Ну, действительно, математики, работающие в различных областях математики, имеют разные стили мышления, используют разную методологию и сокращение этого разнообразия чревато негативными последствиями для математики. Как отмечает Маттьес, унификация нежелательна. Однако, парирует Мэдди, теоретиками множественные основания не обязательно трактовать в таком ключе. Утверждать, что все объекты математического исследования имеют теоретико-множественные суррогаты, не значит утверждать, что их необходимо исследовать исключительно методами теории множества. Задача разработки оснований математики заключается в том, чтобы обеспечить единство, а не в том, чтобы унифицировать математику. Ну и, соответственно, теоретико-множественные основания не требует сведения всего методологического разнообразия математики к методам одной только теории множеств. Ну и теперь к выводам. Значит, теория множеств может рассматриваться как основание математики в следующем смысле. Во-первых, для всех математических объектов и структур существуют теоретико-множественные суррогаты или способы представления. Теоретико-множественные версии всех теорем классической математики, выводимой из стандартной системы аксиом-теории множеств ЗФЦ. Ну и, во-вторых, не идет речь об определении истинной сущности математических объектов, не идет речи о редукции онтологии, не идет речи о возведении математики на доказанном свободном от противоречия или более достоверном фундаменте, не идет речи о замене всех математических методов методами теории множеств. Но при всем при этом теоретико-множественные основания сохраняют сильную объединяющую роль. Так, неопределенные структуры получают ясное определение, старые теоремы получают новые доказательства и объединяются с другими теоремами, с которыми ранее не усматривалось никаких аналогий. В разных математических областях обнаруживаются аналогичные гипотезы, вопросы существования получают явный смысл, становится возможным установить недоказуемость гипотез, новые гипотезы позволяют решать старые, до сих пор не получившие решения, задачи или проблемы, ну и так далее. И всего этого, как отмечает Мэдди, более чем достаточно, чтобы не обращать внимания на отсутствие метафизических, антологических и эпистемологических плюшек в рассмотрении теории множеств как оснований математики. Вот на этом всё. Спасибо за внимание. Отвечу на ваши вопросы, скорее всего. Ну, если позволите, во-первых, хочется поблагодарить Вику, так ясно рассказать, это что-то. И хотелось бы вот прояснить вопрос с Бертраном Расселом. Ведь Рассел близок к логицизму, и он в какой-то мере должен вроде бы пересекаться с проектом теоретика множественного обоснования математики. Но насколько на самом деле Рассел близок к данному проекту? Ведь или Рассел в принципе математики избирает какой-то принципиально иной путь, чем теоретика множественной? Да, спасибо за вопрос. Но я, к сожалению, небольшой специалист в Расс в философии Бертрана Расселом. Мне кажется, что он вроде как вписывается в общую систему настроения относительно теории множеств. Может быть, просто есть некоторые нюансы в его подходе. Хорошо, спасибо, Вика. Вот если бы можно было как-то прояснить по поводу того, насколько связана точка зрения Рассела по поводу того, что такое теория множеств по отношению к математике и что такое множество вообще с тем, что он говорил по поводу того, что вот, значит, аксиомы обосновываются исходя из более очевидных следствий из них. Было бы здорово, если бы удалось прояснить этот вопрос. То есть, такое впечатление, что они независимо от того, верил ли Рассел в то, что множество действительно существуют и что теория множеств описывает эту существующую, эти существующие в реальности множества. Видимо, он считал, что в эпистемологическом плане множество все-таки не являются первичными, даже если они антологически фундируют всю остальную математику. Мне кажется, тут, исходя из данной статьи, невозможно сделать каких-то конкретных выводов относительно того, что Рассел по поводу множеств и их сущности думал, у него же тут более такие соображения, не знаю, какого-то отстраненного характера. Он говорит о теориях в целом, не только о теории множеств и о том, что некоторые сейчас, что некоторые тезисы кажутся более элементарными, чем обосновывающие их логические тезисы, аксиомы, теории. Ну, не знаю, по-моему, здесь речь не идет только о теоретике множественных аксиомах, об аксиомах вообще, об аксиомах логики в том числе. Вот что касается Рассела, исходя из этого фрагмента, мы мало чего можем выяснить о том, что он думал. Здесь в основном ссылки идут на его статью «Принципы математики» есть ссылки и на статью «Регрессивный метод обнаружения подсылок математики». Вот. Ну, в общем-то, если вспоминать о том, чем же Рассел в каком-то смысле занимался, да, он действительно принадлежал управлению логицизма, да, и он использовал как-нибудь теорию, может, все-таки в качестве оснований. Он, в принципе, математика вместе с лайтхедом, и что мы знаем из предыдущего параграфа, в том числе, использовал разветвленную теорию типов, вот, но и в конце концов он заявлял о том, что он вывел Кантеровскую теорию множества из чистой логики, хотя и для того, чтобы вывести теорию множеством, потребовалось использовать некоторые аксиомы, там, аксиомы бесконечности, выбора и редуцируемости, но и они, в общем-то, есть определенные сомнения о том, что они не с логическими аксиомами. Вот, то есть, его задача была показать, что математика выводится из логики, и он ее пытался таким каким-то решить, вот таким вот образом, но выведение, вот если возвращаться опять к эпистемической трактовке основания математики, то вот это выведение, оно не является очевидным с некоторой эпистемической точки зрения, в том смысле, что, ну да, мы можем использовать некоторые принципы, которые мы считаем логические, которые, как мы считаем, описывают, как наше логическое мышление работает, как оно устроено, однако, сами по себе эти принципы не являются более очевидными, чем теоретика числа и какие-то утверждения, тот же самый пример с 2 плюс 2 равно 4, он для нас гораздо более очевиден, ну, есть же такие шутки в духе того, что там в принципе математика, только там теорема номер там какой-то очень большой являются доказательства того, что единица равна единице, ну, как бы, для того, чтобы дойти до такого элементарного утверждения, потребовалось написать огромное количество текста с большим количеством других доказательств, но, как бы, это не может считаться более очевидным, чем 1 равна 1, в этом смысле. То есть основания для Рассел не играют эпистемической роли, не являются более понятными, чем сама по себе математика, но они выполняют другую задачу, и цель, насколько я понимаю, состояла в том, чтобы показать, что, ну, как я сказал, что математика выводится из чистой логики, а чисто логические принципы, они легко могут быть обоснованы, то есть у нас нет особых сомнений относительно них. Но обоснованы не в смысле того, что они очевидны, а в смысле того, что они как бы описывают некоторый правильный процесс логического мышления, и поэтому не возникает парадоксов. То есть может быть парадокс возникает из-за того, что у нас это в определениях математических объектов закрались сложности, а если мы будем основывать определение математических объектов и обоснование математических фактов на каких-то логических принципах, которые предполагаются в качестве чего-то бессодержательного, то тогда мы уже парадокса не получим. То есть это как бы не попытка ответить нам, что такое множество это скорее попытка показать, каким образом мы можем получить определение множества, исходя из антологически пустых и каких-то безобидных принципов. У меня еще такое соображение возникло. Обращение к теоретикам множественным основаниям с целью обоснования непротиворечивости выглядит как-то не очень серьезно. Во всякой конфессии должны быть свои догматы, в которых следует слепо верить и в отношении которых не должно возникать никаких сомнений. Мне представляется, что у математиков должны быть тоже подобные догматы. Они должны считать, что математика непротиворечива и не должны пытаться доказать, что математика непротиворечива. вот такое соображение. Но ведь примерно так и есть в том смысле, что 99,9% математиков верят, что ЗФ не противоречила. Доказательства они, конечно, не имеют. Но это невозможно. Но это нормально. Математики нормальные люди. Очень хорошо. Ну, если немножечко расширить эту тему, такие догматы должны быть и у физиков. Ну, например, что существует время и пространство и так далее. Ну, скажем, если возвращаться к математике, мы все равно заинтересованы в том, что у нас противоречия не возникает. И тут же опять, если вернуться снова к Красову, можно рассуждать вот в таком ключе. Вот изначально у Кантора множество определяется как любая совокупность объектов. Ну, вот эти цитаты мы уже обсуждали когда о волосе говорили и, по-моему, в предыдущем параграфе обсуждение Кантора велось. они тоже встречались. Вот. Ну, как бы получается, что вот это определение, оно чересчур разрешительное. В том смысле, что вот если мы действительно считаем, что множество это любая совокупность объектов, то у нас все как бы рушится автоматически. Да, у нас возникает множество всех множеств, множество всех множеств, которые там не содержат себя в качестве элементов, ну, и так далее. Соответственно, у нас возникает теоретика множественных парадоксов. А подход Рассел как бы говорит, давайте начнем с самого начала, и так, что мы запретим строить множество определенных видов. И то же самое, как есть и цирмела. То есть цирмела ограничение тоже вводится, правда, другим способом. и ограничение на размер получается множество. То есть слишком большое множество невозможно построить. Нет такого. Слишком большие совокупности объектов множество не является. И аксиомы, которые цирмела предлагают, и не только цирмела, конечно, Фрэнкли, Скулин, вот эти аксиомы, призваны ограничить наш бурный полет фантазий для того, чтобы у нас не возникали вот такие странные определения в духе кантеровского определения, которые, в конце концов, приводили бы к парадоксам. То есть Расселовский подход и Цирмеловский подход, как мы в том числе видели из предыдущего, с предыдущей головы книжки Мэйди, они очень близки друг к другу, но достигают примерно одной и той же цели разным способом. То есть и там, и там кумулятивная иерархия. Только в Расселовском подходе она основывается на разветвленной теории типов и в конце концов как бы утверждается, что описание этой кумулятивной иерархии дается с помощью логических принципов, а у Цирмелова немножко не так, у него есть содержательная теория, и вот эта содержательная теория описывает, как кумулятивная иерархия выстраивается. Ну, то есть соответствует вот этой процедуре построения кумулятивной иерархии. Ну, да, полностью согласен. Здоровая вера должна дополняться дисциплинарной уздой для того, чтобы избегать ереси. Субтитры сделал DimaTorzok